Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Политический эксперт Юргис Лепникс у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Конечно, тема всем понятна, всем известна. В субботу завершились неочевидные выборы в Рижскую Думу. Результаты уже тоже известны. Теперь будем обсуждать, что произошло, как произошло и что будет дальше. Господин Лепникс, наверное, главное, может быть, слово «сенсация» здесь совсем уместно, но главная такая, может быть, новость – это, конечно, рекордно низкая явка. 40%. С одной стороны, вроде бы и ожидаемо погода не способствовала, и потом пандемия, и разочарование у многих избирателей. Но, тем не менее, 40% я вообще не припомню, что на выборах Рижской Думы была такая низкая явка. Да, был 14-й год, по-моему, выбора в Европавламе, там 30 с чем-то проголосовало, 33. 33, да. Но так, чтобы в Рижской Думе люди вообще не пришли, вот как вы это оцениваете? Может быть, с этого начнем? Да, ну, во-первых, я думаю, что погода тут ни при чем. Не было никакого, не знаю, урагана или что-то такого совсем, чтобы на погоду это списать. Погода как погода, да, ну, не в том, я думаю, дело. Дело, я думаю, в том, что, ну, как бы не хватало интриги. Ну, то есть, на самом деле, все было ясно. Все было ясно более-менее для всех. Ну, то есть, было ясно, что согласие, ну, и как бы эра Ушакова, эра согласия, 10 лет, что она, наверное, закончилась. Закончилась, да. Это было ясно даже для самой согласия. Согласие, я думаю, ну, приняло такое очень прагматичное, циничное решение, что, ну, как бы, если нету, то нету, не стоит ввязываться в борьбу, серьезно ввязываться в борьбу. Тратить ресурсы, да. Тратить ресурсы, которые уже так ясно, что там не победить, и они, я думаю, ну, они просто сделали это, как бы, для такой учебной, такой, не знаю, тренировки для Чекушина, ну, или проверка для Чекушина. Ну, вот взяли нового, потенциально нового лидера, да, и как бы ему устроили обучение, да, дебаты, там, не знаю, там, интервью, там, посмотреть, как ему идет, обучить его. Ну, не очень, да? Нет, я думаю, ну, я думаю. Или для начала неплохо. Совсем неплохо, я думаю, господин Чекушин, но при том, что, ну, как, рекламной кампании же практически не было для Согласия, но мы же знаем, как Согласия работала, ну, в прошлых выборах, да, то есть, какие огромнейшие рекламные кампании, да, били, да, как использовались социальные медиа, да, как использовались все возможные, там, рекламные, там, там. А сейчас такое ощущение, что сами индивидуальные кандидаты, кто хотел себя. Ну, кто-то что-то там, да, делал, ну, и были встречи на дворах тоже. Хотя, мне кажется, они уже не работают, эти встречи во дворах, нет такого ощущения? Ну, ну, как, более-менее работает, ну, как бы, это уже другой вопрос, потому что, ну, поскольку, ну, бюджеты, в принципе, уже маленькие, да, то надо делать всякое. Ну, ладно, но Согласия, я думаю, единственное, что я думаю, они, может быть, ну, ошиблись или недосчитали, мне было ощущение, что Согласия думала, ну, ладно, мы ничего не будем делать, мы и так получим, там, 25-30%, да. Ну, то есть, получили 50 компаний, ну, сейчас получим, там, 25-30%. Оказалось, что совсем не 25-30%, оказалось, что, ну, может быть, 25%, но из этих 25 тогда, там, 5-6 ушло, там, Криосовен. Да, вот это Русский Союз, да, там, ГАКР, что-то, да, и так далее, и оказалось, Сасканин, ну, согласись со всем. Альтернатива что-то взяла, 3%. Альтернатива что-то взяла, да, и так далее, все, ну, если ты не делаешь компанию, ничего не делаешь, ну, все отбирают у тебя тут по-маленькому, тут по-маленькому, тут, и, конечно, ну, этот результат, может быть, ниже, чем они думали, да, и так далее. Но это все детали, да, потому что, в принципе, я думаю, это такое стратегическое решение, они поняли, что выиграть нельзя, и, наверное, думали, ну, вот, там, всякие критики очень, там, громкие, да, ну, давай попробуйте сейчас, ну, давай покажите, как вы там будете все это делать, да. И я думаю, ну, тут расчет на возвращение, да, и тут расчет на то, что, вот, пройдет 5 лет, и Ушаков сам, или, там. На белом коне вернется. Да, да, я думаю, что эта идея такая, да, что пусть тогда, вот, тут все умники, да, все, которые так, там, так… Критиковали, да, вперед, да. Критиковали в таком, да, ну, вот пусть поработают, пусть покажут, как им получится, что будет иначе и так далее, да. А нет такого все-таки, ну, не ощущения, не кажется ли вам, что все-таки это весьма опасная игра, вот, то, что вы обрисовали, это очень похожий сценарий, да, но что это весьма опасно, ведь мы говорим о том, что это политическая партия, крупнейшая в стране, и ведь выборы в самоуправлении могут повлиять и на выборы в парламент, где мы видим, что у согласия тоже, ну, постепенно от выборов к выборам все-таки снижается поддержка, да, она еще достаточно велика, но она снижается. Ну, конечно, очень такое дискутабельное решение, потому что, ну, как, это привело к, как бы, ну, такому возрождению Русского Союза, да, ну, то есть, согласие со своим активным действием вот прошлых 10 лет, да, они, как бы, ну, эту нышу, ну, полностью заполнили собой, да, а сейчас тут уже, тут уже альтернатива. Ну, между прочим, альтернатива, тут, я считаю, что они очень хорошо стартовали, да, ну, то есть, у них вообще... Три процента от нуля, да. Три процента от нуля, да, то есть, ну, при том, что, ну, да, ну, то есть, это они хорошо, хорошо себя провели. И вряд ли они уйдут на пенсию, да. Русский Союз, ну, тоже возобновился, да, то есть, это все и ГКР там мячит где-то там, ну, и, то есть, ну, это все, наверное, осложняет и будет осложнять жизнь согласия впредь, да. Ну, ну, ладно, ну, посмотрим, ну, в следующем году опять выборы, да, самоуправление, все остальные самоуправления, да, все Латвия, ну, и через, что через годы опять выборы. Так что сейчас выборы каждый год, ну, посмотрим. Да, это интересно. Говоря, все-таки, ну, не знаю, феномен или нет, все-таки успех вот для развития за прогрессивный, для многих это было неожиданно. Да, потому что у них будут хорошие результаты, это и рейтинги показывали, но что они так, ну, достаточно уверенно победят, это, конечно, для многих было неожиданно. Все-таки течение вот это политическое достаточно, ну, такое либеральное, а у нас, как мы знаем вообще, если посмотреть по стране, ну, либералов, ну, 10-12% поддержки обычно, да. Это тоже все-таки низкая явка им помогла вот так уверенно победить, как вам кажется? Во-первых, там чуть странно все, потому что, нет, ну, как, с одной стороны мы видели, что они победят, это было ясно, они действительно получили как бы по верхнему потолку то, что ожидалось, да. Но это не либералы, так нельзя говорить, потому что, скажем, прогрессивные, которые там, ну, две трети почти, да, они как бы левые, да, они соцдемократы, да, и, ну, это странное очень объединение, да, потому что там действительно люди, которые себя называют правыми, и там в одном списке и правые, и левые, и вообще без принципов, как бы, объединить только для того, чтобы вот, ну, вот, как бы, как бы, попасть к власти, да, ну, ладно, это сработало, да, это сработало, вопрос только, только, как это будет работать дальше, да, потому что, в принципе же, это совсем разные, там, ну, или они совсем беспринципные все, или, или я не знаю, как они будут работать, да. Тем более, что по агрессивных там в результате избрана намного больше, чем остальных, да. 11 из 18 там прогрессивных, ну, я, я, я это хочу видеть, да, и потом, ну, если кто-то говорит, что там, скажем, в самоуправлении идеологии не играет никакого смысла, это не так, скажем, все эти, Рига же очень большой игрок и очень важная, важная часть работы, Рига, это как раз социальные проблемы, как раз, как раз все это, что ввел Ушаков, это, это бесплатные билеты, это все, это же социал-демократия, да, бесплатные билеты, там, малоумышленные, пенсионные и так далее, и так далее. То есть, по агрессивные будут на это все реагировать, да. Нет, ну, это уже сейчас стало уже таким общепринятым, сейчас уже все там, что надо эти билеты, но, в принципе, если в самоуправлении есть большие возможности, ну, как бы более левую или более правую политику реализовать, да, ну, посмотрим. Ну, и при том, я думаю, чисто по такому менталитету, да, это разные люди там, и чисто по, ну, какой-то своей, ну, политическим корням, да, ну, ладно, посмотрим. Да, вот, может быть, еще такой вопрос, который я хотел задать, вот, есть разные спекуляции, понятно, что время покажет, но вот многие говорят о том, что господин Стакис, ну, скорее всего, его, наверное, изберут мэром для начала, что вряд ли он проработает все пять лет. Ну, трудно об этом сейчас пока судить, на самом деле, мы даже, ну, не знаем господина Стакиса, он, ну, как, на самом деле новый человек в политике, мы его видели только в, как бы, рекламных роликах и, как бы, рекламном, таком, как бы, рекламное лицо. Я не знаю, какой он политик, на что он способен, не способен и так далее, да, это, он, он же никогда ничего, ну, в подобных позициях не был, так что надо будет смотреть, ну, я не знаю, ну, это неизвестное все, наверное, он сам не знает, ну, то есть, это, ну, посмотрим, трудно сказать, но. Если мы вообще говорим о работе Рижской думы, мы знаем, что 350 миллионов будет выделено в Риге, в том числе, на эти все проекты по разогреву экономики, как это называется, может быть, это сплотит эту вот будущую правящую коалицию, потому что очевидно, что вот эти партии, о которых мы говорили в самом начале, Согласия, Русский Союз, да, скорее всего, и Буров, с честь служит Риги, они останутся в оппозиции, даже, я бы сказал, в какой-то глухой оппозиции, потому что пока математика говорит однозначно, 39 против 21, тут, по-моему, без вариантов. Да, тут почти без вариантов, тут, да, да. Нет, ну, как, в Рижской, я думаю, всегда было очень богато, ну, богато в самоуправлении, денег-то много, и так, с другой стороны, ну, и требований, и нужд очень много, и это сложная вещь, руководить таким большим городом, где столько много происходит, и строится, и ремонтируется, и сейчас перероют весь, всю Ригу, Райл Болтик, да, и очень много, что будет происходить, и тут, тут действительно не будет так, что легко и праздно все. При том, что, ну, многие из победителей, которые там сейчас попали в Думу, ну, их предвыборная кампания, ну, так фокусировалась часто на таких очень детских, простых, вообще неважных вещах, да, ну, там, они там явно как бы не понимают всю сложность механизмов, и так, ну, ладно, ну, если люди умные, если люди образованные, умеют учиться, будет возможность себя проявить, да. Хотя, вот, если взять эти, ну, 39 человек, там, если посмотреть, там только, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто имеет опыт работы в муниципалитете как таковой, нет такого опыта ни у господина Стакиса, ни у многих других из тех, кто будет правящей коалицией, ну, хорошо, госпожа Озова там успела около года в оппозиции посидеть в Рижской думе, ну, Кирсис тоже имеет опыт, но, в основном, в оппозиции, то есть, никто реально хозяйственной же работой не занимался. – Именно. Ну, ладно, Кирсис там долго сидит, он, по крайней мере, что-то слышал, да, и так далее. – Да, общий смысл работы в самоуправлении понимает. – Да, 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 но это, правда, там не то, что нету, там и руководящего опыта нету, но работы в самоуправлении опыта нету. Я, ну, с трудом, ну, то есть, я точно знаю, что они, ну, они близко не понимают вообще, что их ждёт и где они ввязались, потому что самоуправление, там тысячи, тысячи, тысячи очень специфических вопросов, да, которые повседневно надо расчёт, да, и даже те вопросы, которые для них, там, как бы важны, там, велодорожки, не знаю, там, и так далее, да, которые, на самом деле, ну, не такие сложные, даже те сложные. Так что, ну, так, ну, с другой стороны, ладно, ну, это политика, да, то, что мы видим, мы видим, я вижу, скажем, в социальных сетях и так далее, очень большую поддержку, ну, как бы, с той стороны населения, такую радость, такую эйфорию, да, и все такие, все, и это, с другой стороны, помогает, да, ну, политику. Когда есть такая поддержка сильная, да, когда ты, ну, как бы, идёшь с ветерком, да. То есть, это работает всё-таки, да? Да, это помогает всегда, ну, то есть, и так, так что, дай бог им, ну, использовать этот момент, да, использовать эту вот, как бы, энергию, да, которую они получили для каких-то реальных хороших дел. А нет такой, ну, опасности, что, знаете, когда вот пришли, как вы сказали, вот, с ветерком, ну, те, которые очень многие были в оппозиции, кто-то из них вообще жаждет, ну, в какой-то степени мести, сатисфакции, и они, по крайней мере, первые полгода или год займутся тем, что, ну, мы сейчас создадим, есть же такой соблазн, создадим сейчас комиссию по расследованию и будем смотреть, что 10 лет там натворил Ушаков. Это правда, но это уже, как бы, случилось, ну, то есть, ну, это уже прошло, мы прошли уже эту фазу, да, потому что уже всё, расследований уже все есть, да, Ушаков уже, Вигнан, там. Да, 40 каких-то уголовных процессов, да. Да, да, всё, это уже, как бы, ну, мы прошли, да, как бы, так что на это больше, ну, я думаю, им не стоит надеяться, кто-то там ещё говорит, там, всё, там, аудиты всякие опять будем делать и так далее, ну, всё там проделано, все аудиты, всё там видно. Не нужно каждые три месяца делать аудиты, наверное, да? Ну, если, ну, хорошо, делай, но там нет, я думаю, тут вот данный момент, то, что ты сможешь там первые годы или так как-то, ну, потратить на критику предыдущей власти не получится, потому что там уже, как бы, работает администрация, да, там уже люди уже там, ну, почти все Вигнаны отсюда, там, ну, всякие там. То есть, ещё, ну, вы думаете, что ещё зачистка будет какая-то или уже практически… Практически, да, закончено, там уже нечего больше, ну, что-то там, может быть, два, три, четыре, да, но, в принципе, уже все уже, уже, как бы, очищены, так что нет, я думаю, как раз наоборот-то надо будет искать кого-то, вот, испил директорс, да, надо будет… Да, это большая будет, я думаю, по этому поводу ещё игра. Там ещё много, вот там, там начнётся, начнётся сложные решения, да, и надо будет себя показывать, да. Нет такого у вас ощущения, что, ну, вот, правящая коалиция, правительственная, да, с одной стороны, она так вот, ну, мечтала ещё до всех этих конфликтов в Рижской Думе выгнать, ну, я так, условно говоря, Ушакова, освободить Ригу от него, с одной стороны, а с другой стороны, принимала вот целый ряд законов с таким ощущением, что раз Ушаков там будет вечно, ну, условно говоря, мы сейчас не дадим ему работать. Отберём эти капитал саби-рибес и всё остальное, и теперь сами они оказались заложниками этих законов, потому что, ну, будет мэр, будет, видимо, два вице-мэра, ну, так можно предположить, да, минимум. А какая у них власть? Ну, хорошо, там они могут как-то чиновниками покомандовать, больше капитал саби-рибес у них нет, ключевая фигура исполнитель-директора, видимо, у него будут заместители, так, чтобы поделить эти муниципальные предприятия. И ещё целый ряд законов, которые говорят о том, там работать нельзя депутатам, здесь работать нельзя, ещё работать нельзя, вот вам 740 евро заработная плата, пропуск на парковку, джентльменский набор, и всё, и вы свободны. Так оно и есть, да. Так оно и есть, да. То они переставались явно, да? Ну, так всегда, мы, как бы, это очень часто в латвийской политике, что, ну, всегда думаешь, что навредишь к другому, да, навредишь вообще всем. Да, ну, там есть такое, и будет, конечно, ну, наверное, какие-то вопросы можно будет решать легче сейчас. Да, конечно, потому что правящий там и там, Володя. Там, например, скажем, тот же самый диалог там по Райл Болтик, потому что там очень сложная координация там с министерством и так далее. Ну, есть, наверное, какие-то вопросы легче, потому что, может быть, налогу на недвижимость, там ещё по каким-то налоговым вопросам. Ну, не знаю, посмотрим. Возможность работать будет. Ну, возможность, как бы, то есть, никто из сейчас Рижской думи не сможет говорить, что ему что-то мешает, не знаю, что правительство плохое, не знаю, что что-то не хватает, чего-то там, не знаю, там. Нет, как бы флаг вам руки, ну, тут, 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 пожалуйста. И так что, так что, я думаю, мы с большими надеждами все можем сейчас посмотреть. Ну, я думаю, такой опытный зубок, так можно сказать, хозяйственной деятельности, как господин Буров, тоже не даст коалиции дремать. Может, очевидно, что он тоже останется в оппозиции, и я думаю, что он так будет довольно действовать активно. Да, ну, скорее всего, господин Буров будет пытаться, будет пытаться, как бы, ну, играть такую, такую, как бы, ну, роль резервиста. Роль резервиста, я не думаю, что он пойдет в каком-то очень... На войну, да. На войну или конфликт с коалицией. Он понимает, что его сейчас не возьмут, но, как бы, ясно, что в отношении внутри коалиции, там, ну, если сейчас еще более-менее, то время, как всегда, ну, может быть, это и не так. Я думаю, он будет себя, ну, как бы, продавать, как такой резервист, который в любом случае готов, ну, там, идти на помощь, там, может быть, дать какие-то голоса, там, в критический момент, если там меру надо, да, или там есть какие-то проблемы, или вообще занять место, там, не знаю, там, новой консервативной партией, да, скажем. А, кстати, вот что касается новой консервативной партии, которая, ну, действительно, представляется такой партией одного вопроса, вот этой борьбы с коррупцией, это им не сигнал, что надо вот как-то серьезно меняться, ну, мы помним, что на выборах Европарламента в прошлом году они ни одного своего представителя не провели. Теперь, ну, с трудом, скажем так, преодолели 5-процентный барьер. Ну, хорошо, там, может быть, была ошибка, то, что они сняли, ну, более известного господина Юроша, наверное, испугались каких-то скандалов и так далее. Ну, вот это для них не сигнал, что вообще-то, в принципе, у них могут быть большие проблемы и в следующем году на выборы в самоуправление, и еще через год. Нет, я абсолютно уверен, что это такое уверенное начало конца этой партии, да. В таком виде, по крайней мере, да. Да, там, ну, они не использовали хорошо эту возможность, да, и они, ну, получили, как бы, еще в результате новое, ну, еще одно новое лицо в своем, как бы, бренде Линду Возвола, ну, которое все же, скажем так, я думаю, не будет особо популярной и скорее отталкивает, я думаю, ну, людей. Так что, так что нет, я думаю, что это конец, да. Это уже им, я не знаю, как они смогут из этого выбраться. Они идут по неправильной траектории, да, они не признают никакие ошибки, они не признают, что они соврали и продолжают врать, там, по поводу 3, там, все, 3 по 500, там, пенсии, там, все, там, и так далее. Ну, и вообще, это крупнейшая, мне кажется, политологическая ошибка с кадастром. Это же надо было догадаться, да. Да, и при том, какая там коррупция. Они говорят, что все другие там коррупционеры, а сами забрали своих там руководителей и компаний тоже в консультанты в министерстве, да, то есть как. Все то же самое. То есть как, то есть ты критикуешь согласие, что там консультанты, а у тебя самого именно такие как раз консультанты в твоем министерстве, да, и так далее. Но это все, это все не будет работать, да. Да. Вот, конечно, такая вот популярная тема, насколько может, ну, понятно, что коалиция будет, наверное, та же самая, я имею в виду, примерно та же самая в Рижской Думе, что и в правительстве, но ведь и сама правительственная коалиция, она весьма неустойчивая, в том числе по той причине, по которой вы сейчас сказали, вот из-за позиции новых консерваторов. Впереди, наверное, обсуждение бюджета весьма тяжелое, да, вот действительно ли, удержится ли вообще господин Калинч этой осенью? Ну, господин Калинч удерживает то, что, ну, как бы, есть проблемы с альтернативой, да. Ну, то есть, там, как бы, непонятно, если это правительство падает, то какое правительство вообще можно сделать, да. Но сложности большие, потому что, ну, как бы, бюджет же проблематичный. То есть, те деньги, которые, ну, есть возможность потратить в связи с ковидом, там, на всякие стимулирования, их нельзя в бюджет, как регулярные расходы, да. А регулярные расходы и регулярный бюджет, он же уменьшится, он, то есть, ну, то есть, точно не увеличится, да, ну, роста не будет, да. Если роста нету, то, то и, как бы, возможности дополнительных трат нету, и там повышение всяких зарплат и так далее. Так что непонятно. Я не говорю даже о том, что там есть структуральные проблемы в связи с решениями суда с отверстами, да, по социальным вопросам, да, где, в принципе, надо было ну, если эти решения, как бы, серьезно за них, ну, слушаться, там, там надо переделывать, в принципе, систему социального обеспечения, да, там, там, то есть... И налоговую систему в какой-то степени, да. Ну, значит, налоговую систему и так далее. У нас открытый вопрос по медикам, да, ну, то есть, проблем у правительства, очень серьезных проблем, связанных с бюджетом, очень много. И они такие, которые не были бы, ну, просто для любого самого сильного правительства, а вот для такого, ну, посмотрим, потому что, да, новая консервативная партия, они становятся так истеричные и такие отмороженные, более отмороженные с каждым днем, да, компетенций тут вообще нет, они вообще не понимают, откуда деньги, как это, ну, то есть, да, будет проблематично. И очень сложный будет осень и начал зимы, ясно, что вот эта эйфория в Рижской, связанная с Рижской дум, тоже пройдет, так что легко не будет. Очень быстро, да. Ну, вот вы уже упомянули о проблемах новой консервативной партии и сказали, что это начало конца, но, видимо, такие же проблемы, если еще не больше, у КПВЛВ. Нет, КПВЛВ уже конец, это уже конец. А есть ли там, ну, есть же всякие разные концепции, ходят слухи в кулаках власти, что они собираются там делать ребрендинг, меняют название, могут поменять лидера, это не поможет, да, Вадим? Ясно, что они будут делать ребрендинг, будут что-то делать, потому что деньги есть, ну, денег есть, надо что-то делать, будет что-то делать, но… Не похоже, да, что они выкрапываются, да? Если бы непонятно, что там может быть за предложение, но там еще другая проблема у них, у них проблема, что они могут там ребрендовать, что хотят, но господин Гобземс, ну, то есть, сидит рядом и будет делать свою партию, он будет делать свою партию. Ну, то есть, если кто-то… Да, ну, если кто-то хочет вот такое предложение, да, то господин Гобземс будет его предлагать, да, и господин Гобземс, ну, у него есть все возможности, вся история, он как бы правдоподобен в этом сегменте, да, и… И он востребован, этот сегмент ведь, правда, вот протестный электорат, надо же куда-то… Ну, посмотрим, не знаю, ну, может быть, очень трудно повторить такой успех, да, потому что, опять, ну, это тоже было связано с большими надеждами, с большой энергией и так далее, ничего не получилось. Не получилось, да. Очень трудно это как бы еще раз заново как бы закрутить, да, но ясно, что господин Гобземс будет это делать, да, и у него еще есть, у него-то какой-то шанс есть, но рядом еще старый КПЛВ, там, ну, тогда я не вижу, какой шанс. Так что нет, там людей нет, там идей нет, там ничего нет, ну, и зато есть, ну, очень сильный конкурент господин Гобземс, да, так что нет, там я не вижу ничего, там, там все. А есть вообще вот еще какое-то, не знаю, свободное место, свободная ниша для какой-то еще новой партии, потому что мы знаем, что на каждой выбор в Сейм, ну, все-таки какая-то новая сила появляется, как вам кажется? Ну, если не на каждое, то на каждое второе, да, 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 ну, значит, будет ясно, что господин Гобземс будет, но и я думаю, ну, я думаю, скорее всего, ну, на следующих выборах эта новая сила будет как раз прогрессивнее, ну, то есть, как? Вполне возможно, даже самостоятельные, да? Ну, скорее всего, да, ну, то есть, вокруг них, потому что, как, ну, с их точки зрения они получили большой успех, выросли из, там, не знаю, одного-двух процентов, там, проиграли, проиграли, тут, нет, тут вот у них большая поддержка, ну, ясно, что им надо идти дальше, да, ну, то есть, правильно. Было бы странно, чтобы они остановились просто, да? Да, да, они будут идти дальше, ну, и, наверное… И тогда у согласия возникнет еще больше проблем, да? Ну, я не уверен, нет, я, ну, я думаю, что тут согласие, то, что, ну, как бы перекликается только вот то, что соцдемократы, но они разные вообще, ну, то есть, тут ничего реально общего нету, да? И избиратель, ну, согласия не будет, он, может, за альтернативы, может, за ГКР, может, за все, что угодно, но чтобы он за прогрессивее, ну, это будет для них трудно, да? Нет, это скорее молодежь, латышкая молодежь, да, там, молодые люди, такая модерн, такая современная, ну, так, совсем другой электорат. Песаит Ременшинс, да, Лук Премьева, да? Да, да, там такое, такое, все такое, да, это не конкурент согласия, да, это конкурент Атест и Байпар, это конкурент Вен, это конкурент всем этим, да, ну, может быть, они могут взять какую-то часть, там, русской молодежи, да, там, какой-то, ну. Такой прогрессивный, скажем так. Прогрессивный какой-то, да, там, ну, это максимум, да, так, что так. Я понимаю, что очень трудно все это установить, но, тем не менее, вот, говоря, там, не знаю, о русских избирателях или русскоязычных, можно предположить, что часть все-таки проголосовала и на этих выборах за Атест и Байпар прогрессивные, какая-то небольшая часть. Я понимаю, что специальных компаний они не делали, или это маловероятно? Я думаю, это маловероятно. Мы видим, что мы видим? Мы видим, что, значит, русскоязычный избиратель не пришел. Ну, то есть, те участки, где традиционно там сильна согласие, там как раз самая меньшая явка, да. Русскоязычный избиратель не пришел. Просто разочаровались, не пришли, да? Ну, именно, потому что ясно все. Ну, как бы не было этой, ну. Ну, мотивации, интриги, там непонятно что-то, там согласие что-то там непонятно, там другие не пришли. Ушакова нет, да. Ушакова, ну, такого, да. Ну, и это объясняет, по-моему, все. Ну, а как раз латышки, там более-менее районы и округа, да, там нормальная явка, да, там около 50, ну, такое, и это, по-моему, там все объясняет. Я не вижу, что… Нет таких, вот я понимаю, что это такой вопрос может быть такой больше философский, но тем не менее, вот многие же, вот если делают опросы русскоязычных избирателей, что для них важно? Ну, понятно, что кроме улиц, то, что важно для всех независимость, национальность, там дороги, мосты, это понятно. Но в течение этого они говорят, ну как, ну школы, где мы можем учиться хотя бы частично русском языке, детские сады, не знаю, памятник называется, да. Я что имею в виду? А сейчас они сидят дома, да, не приходят, потом понятно, какая коалиция приходит к власти, и потом они говорят, а как же вот эти наши школы, как же этот наш памятник, потому что ведь мы знаем, какая позиция, допустим, и у новых консерваторов по этому вопросу. И, кстати, новое единство весьма радикально в этих вопросах, я уже не говорю о ТБ в Ису-Латвии, да, так сказать, который ты видишь, чтобы даже все детские сады были только на одном языке, даже в Риге. Не кажется ли, с этой точки зрения, вот избиратели поступили как-то так, ну очень легкомысленно? Нет, ну винить избирателей тут было бы неправильно, да. Избиратели бы пришли, если бы они видели, что есть как бы смысл, есть надежда. А это была задача политиков дать эту надежду. Да, они не смогли ее, да. Они не смогли, да. Они, ну получилось, что, ну нету, ну нету такой, нету смысла, ну нету надежды реальной, да. Ну, то есть, говорим, да. То есть, сами политики в это не верили, да? Ну да, сами политики знали, что они будут сидеть в оппозиции, да. И ничего там влиять не смогут, да. И люди это чувствуют, понимают, но это как бы все в воздухе, да. Это нельзя вонить избирателей, да. Скажем, там выборы прошлые, там или как, ну когда вот латышские партии там шли там как гажем нылу, да, там и так все там, ну тогда... И другая сторона активизировалась. Да, и другой там, ну работали, там, не дам там нашего, там, Ушакова там, да, в обиду, там. И было, ну и это действительно было такое противостояние, такое, ну как бы, ну вот реальное, да, и реально зависело там от каждого голоса, да, и Ушаков боролся, и те боролись. Ну люди чувствовали, что есть значение, они придут или нет, проголосуют или нет, да, ну и они пришли и проголосовали. И те, и другие, и те, которые хотели там, чтобы Ушаков ушел, и те, которые там не дам, ну ясно. А тут ничего такого не было, да, тут ничего такого не было, и ну то, что касается там школы и всех этих вопросов, ну я думаю, что люди не видели, что тут есть возможность, реальная возможность как-то на эти вопросы повлиять, да, что их голос будет повлиять. Конечно, в каком-то смысле это будет проблема, даже больше, чем Рижской думе, что, ну люди не чувствуют свою репрезентацию, ну то есть, люди... Своё представительство, да. Своё представительство, да. И как бы, ну они только зрители в этой стране, ну то есть... Это плохо с точки зрения демократии, да? Это плохо, конечно, потому что люди, эти люди, конечно, они, ну там может быть очень, ну разные, более-менее плохие сценарии, но они отчуждаются от этой страны, они не чувствуют её своей, да, они, ну там всё, начиная с того, что не платят налоги и кончая тем, что вообще смотрят на другие страны, как на Россию, как то, с чем они идентифицируются лучше, чем с этой. Ну, ну ладно, ну я надеюсь, ну что, я говорю, тут опять выборы через год, через год скажем, ну как у нас в следующем году Далгопилс, выборы в Леппо, ну есть такие города, да, где, где все могут опять подняться на реальную борьбу. Да. Вот как раз исходя из того, что вы говорили, о репрезентации это относится ведь не только к русскоязычному избирателю, но и к ЛТШам в той же мире. Казалось бы, вроде бы и мелочь, вот эти вот 600 голосов, этот скандал, связанный вот с тем, что эти штампы не было на конвертах. Ну вот если так подумать, ну вот ладно, я не голосовал на этих участках, ну вот представьте, я там пришёл Это совсем не мелочь. В субботу, да. Это совсем не мелочь. Вот я об этом и говорю, я пришёл, а потом представитель избирательной комиссии, какой-то, извиняюсь, чиновник временный, говорит, слушайте, мы выбросим ваш голос в мусорное ведро, я, может быть, чуть утрилу, но вообще смысл такой, и потому что там не было печати. Кто там виноват, я не знаю, там пускай следствие будет, но эти 600 голосов мы считать не будем. Но ведь это, в принципе, я считаю, ну грубейшее нарушение вообще вот прав избирателя. Он что нарушил? Это очень плохое, очень... Сигнал, да? Ну, такой, да, посмотрим ещё, как это закончится всё, это ещё всё в процессе, да, но действительно, тут, конечно, говоря об этом, нельзя не упомянуть, эта коалиция сняла господина Цимдерса, как руководителя центральной выборации. За что? За то, что он слишком хорошо, слишком долго работал? Да. Вот именно как бы... За это? За это, да, вот открыто так, вот что у вас против Цимдерса? Ну, ничего, ну, хорошо работал, ну, просто снимем, да. Ну, просто давай снимем. Надоел, короче. Надоел, да, именно, да. Ну, я не знаю, это связано с тем или не связано, но раньше у нас такого не было. Нет, это, в принципе, скандал. Это скандал большой, потому что это не только те 600 голосов, которые там не подсчитают или как. Это же весь процесс, это же как? Если будет первые выборы, эти результаты не ступят в силу, да, там, ну, как бы судебное там разбирательство, непонятно, как там, как, когда, чем и когда закончится, когда новый мир вообще может, сможет начать работать, да. То есть, это реально, ну, большая, ну, косяк или, не знаю, ошибка. Ну, так, так, двух, да, двух... Беспирательный. Как, округах, да, как это, ну, в... Сотни бюллетеней, я понимаю, один забыли, потому что там бывают, ну, два, да. Да, почти 700, да. Это как это, в одном участке, ладно, двух, как это. При том, что выборы же так построены, что, ну, там же нигде нету, так что, ну, что-то зависело от одного человека. Там же... Система, конечно. Система, там, смотрит друг над другом, там все наблюдаются, там не должно, ну, не должно такого быть, да. Как это случилось, ну, пусть разбирается, но то, что это случилось, это очень, очень плохой сигнал, очень плохо, очень плохо. И это будет такая очень большая, как бы, ложка к докте, да, в этом все, да. Ну, и я думаю, там, ну, надо, надо, надо каких-то, как будто, надо ответить за это. Может быть, такой последний вопрос, вот, нет такого ощущения, что как-то президент, вот, когда ему надо что-то сказать, он не говорит, ну, вот, ну, кроме того, что он там прямо в день выборов начал рассказывать, что 10 лет было все плохо в Риге, теперь должно быть лучше. Ну, это тоже, как бы, так очень странно, да, накануне выборов, ну, хорошо, высказал свое мнение. Но здесь, к примеру, когда аннулируются голоса, ну, тоже бы, как гарант Конституции, должен был что-то высказаться. Ну, может быть, еще высказаться, но, да, я думаю, что очень многие вообще, в принципе, как бы, ну, вилши, я скажу-то. Да, разочаровались. Разочаровались президентами, ну, очень много ждали, ну, очень многие очень много ждали, потому что, ну, наконец-то, так сказать, интеллектуал, да, наконец-то. Таким опытом, да, международным. Международным, да, такой, ну, умный человек, да, вот как раз, вот как раз скажут всегда там, когда надо, вот что надо, да, не то, что те, те, которые там, ну, вот. Раньше были, да. Раньше были, да, примерно такие были надежды, да, что-то. Но, ну, господин президент буквально как бы изменился в момент тот, когда стал президентом, да, и пока проявил себя только с таким, ну, странным хоббием придумывать новые слова, да. И никак себя действительно не показывает, и не чувствуем его, ну, как бы вообще. Да. Ну, вот только что как раз и заявление президента, он считает, что это просто невнимательность людей, и на общий результат это не повлияет, ну, по поводу этих 600. Ну, это он поспешил тогда, потому что как не повлияет. 600, это, ну, это действительно при этой явке, это, это, это много. Это много. И ладно. Жених, говоря о том, что отдельные избиратели, кандидаты в депутаты стали депутатами, опередив других на несколько вообще. Девять голосов, десять голосов, да. А сто голосов, там, двести голосов. Это уже все решает. Это уже вообще все решает для там, ну, как, для всех. Ну, то есть, это, ну, это, я думаю, такое, ну, не ответственно говорить. Ну, как, это 600 голосов для того, чтобы определить, кто именно, ну, выбрался в Думу, да. Это точно влияет. Ну, то есть, это с гарантией влияет. Ну, ладно. И при том, что это будет решать суд сейчас. Так что, как президент знает, что, ну, так, это, что суд будет смотреть этот вопрос? Конечно. Политический эксперт Юргий Слепник у нас был в студии. Большое спасибо.